Здравствуйте! Данное видео посвящено зимнему запуску автомобильного двигателя с севшим аккумулятором. Ранее мы уже снимали обзор пускозарядного устройства Jump Starter T7. Вы можете просмотреть его, перейдя по этой ссылке. В этом видео мы показали основные возможности этого устройства и показали, в принципе, возможность запуска двигателя с севшим аккумулятором. Ну, во время записи этого видео на улице была совсем другая погода, температура была больше 10 градусов Цельсия и поэтому многие пользователи, наши подписчики обратились к нам к вопросам, а как поведет себе данное устройство в реальных условиях зимой? Вот как раз такие условия у нас сейчас. Уже около недели погода, извините, температура не поднимается выше 20 градусов мороза, вот даже сейчас, она составляет около 21,5 градусов. Данный автомобиль уже около месяца стоит вот на месте, он не ездит, не заводится. У данного автомобиля, скажем, довольно слабый и старый уже аккумулятор и есть огромная вероятность, что спустя вот месяц простое он просто не заведется. Ну, сейчас мы это посмотрим, попробуем и если не получится завестись, а скорее всего так и будет, то воспользуемся помощью нашего Jump Starter. Итак, приступим. Ну что ж, машину мы очистили, а теперь попробуем ее запустить. Опа! Попасть в машину непросто. Честно говоря, замерз замок настолько, что я просто не могу ее открыть. Из пульта брелка тоже ничего не работает, потому что аккумулятор, судя по всему, умер. Здесь у нас нет подключа замка. Попробуем с пассажирского сиденья, возможно. Да, вот это конечно. О, пассажирская открылась. Ну что ж, попробуем так. О! Вот это реально боевые условия. Так, пробуем. У-у-у-у. Абсолютный ноль. Абсолютно. Так, пробуем открыть дверь из салона, не получается. Так, теперь нужно открыть капот. Посмотрим, что у нас там происходит. Так, капот должен открыть. Да, будни автомобилиста зимой это не очень просто. Должен быть язычок. В данном автомобиле установлен бензиновый двигатель объемом 1,3 литра. Ну и вот он аккумулятор. Скорее всего он разряжен. Сейчас я возьму такое клеще и проверю напряжение на его выходе, чтобы иметь хоть какое-то представление о реальном состоянии вещей. Что ж, проверим напряжение. Так, у-у-у, 3,7 вольта. Ну ничего не удивительного нет в том, что автомобиль полностью молчит и не реагирует абсолютно ни на что. Ну, джамп стартеры придется нелегко, но мы попробуем. Мы легких путей, как сказать, не ищем. Ну, сейчас подсоединим наше пусковое устройство. Так, сначала соединим щупы. Тут очень важно не перепутать полярность. То есть красный это плюс, черный это минус. Так, соединяем. Ну и, конечно же, нужно еще обеспечить хороший контакт. И очень важное правило при запуске с помощью джамп стартера, когда у вас настолько севший аккумулятор, заключается в том, что нельзя сразу же подключить пусковое устройство и сразу же запускать двигатель. Нужно дать хотя бы около 30 секунд для того, чтобы аккумулятор, ну, немножко, скажем так, зарядился, потому что, может быть, скажем так, не очень приятно. И соединяем. Ну, здесь полярность перепутать уже невозможно. Итак, соединяем и ждем около 30 секунд. Ну, а теперь попробуем запустить. Так, выжим сцепление, чтобы было легче. Фантастика. Ну, слова здесь лишние. Все такие, джамп стартер Т7 реально показал, что он, что он реально работает. И вот в зимнее время, особенно когда на улице реально холодно, то есть сейчас мороз ниже 20 градусов, аккумулятор фактически разряжен почти в ноль, и он отлично справился со своей задачей. Рекомендуется к покупке.